доброго здоровьица уважаемые посетители канала на видосик вампиризм невольные жертвы пришло довольно таки много ваших комментариев которые показывают большое непонимание в этих вопросах и мы сейчас с вами пройдемся по этих комментариях дабы дабы прояснить ситуацию но вначале вот самое первого от stone m я очень слаба как выжатый лимон после ухода из жизни мамы сделайте пожалуйста ролик как повысить энергетику я уже делал ролики на то как повышать энергетику но данном случае случай специфичный это особенно касается от вот смотрите и энергетика организма теряется по-разному уход в данном случае уход за родственником за близким родственником которому ты отдаешь все свои силы для того чтобы облегчить ему уход либо помогать 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 то есть вот здесь вы исчерпываете это очень важно понимать что мы исчерпываем у человека есть ну будем говорить так три уровня энергетики самый простой и первый который пополняется за счет пищи это физиологически то есть человек истощился из-за того что у него не хватает там еды или он там не не правильно там питался не следил за собой то есть достаточно значит покушать пищи у него нормально работает желудочно-кишечный тракт пища дает значит необходимую энергетику и все более-менее силы восстановились второй уровень это можно так сказать эмоциональный на эмоциональном уровне мы с вами расходуем более тонкую эмоциональную энергию то есть мы расходуем более важный жизненный свой резерв и потенциал который уже руководит многими жизненными функциями и мы вот его расходуем 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 и в данном случае здесь больше тратится именно вот этот эмоциональная энергетика наша мы исчерпываем выжигаемся и не знаем как ее восстановить восстанавливается она как правило положительными эмоциями положительными эмоциями отвлечением от вот этой обстановке которая вынетает которая забирает вот эту эмоциональную энергию отвлечением значит будем так говорить отвлечением постараться себя поставить в такие условия или искусственно их создать для того чтобы вот было как бы сказать больше радости больше радости было у человека и тогда вот эмоционально мы начинаем восстанавливаться и наконец-таки третий уровень энергетики это психически это тот уровень это уже так сказать на уровне там духа чуть ниже который руководит нашим волевым усилием то есть а сколько мы с вами можем выдержать допустим тут от ухода за мамой год-два-десять пока не истощимся то есть это уровень психологический которые заведуют нашим волевым усилием его поддержание с этого волевого уровня у нас идет поддержание эмоциональной энергетики идет и поддержание и физиологической энергетики это самый как бы сказать важный уровень и исчерпание его резервом сказывается вот такой вот апатией опустошенностью упадком сил его восстановить самое сложное и как правило на этот уровень на этот уровень энергетики будет влиять возвышенное мышление и сон вот тупо вы не можете в там возвыситься как-то так себя возвысить хотя я много дал вот таких вот сихотворение утверждение для того чтобы вы читая их приближали себя вот к тем основополагающим силам которые нам дают жизнь сейчас я вам расскажу вот это вот утверждение которое пришло оттуда читайте его мысленно читайте его как можно больше я мера мироздания и глубина и ширина и воплощение знания я корень слов источник жизни и миров я формирую бытие свое ее вселенной всей источники любви своей который космос заполняю я так живой процветаю буду жить и процветать любовь и счастье воплощать заполнить им все миры где буду я где будешь ты ведь я и ты две меры этой красоты то есть тут идут разного рода вот эти вот утверждения возвышение самого себя чтобы получить особую радость особую радость благовения трудно ее получить очень трудно для этого нужен особый настрой не каждый настроиться пожалуйста с помощью вот как они говорят аффирмации то бишь утверждение с помощью вот вот этого стихотворения что я вам дал молитву вы можете работать с этим уровнем и восполнять вот эту вот энергию восполнять энергию и сон не можете сон старайтесь больше спать для восстановления именно этого уровня далее человек ухаживал за мамой в конце концов последовала значит ее кончина она ушла усилия оказались тщетными человек там где-то разочарован исчерпался здесь очень важно вы уже не можете влиять на ситуацию которая у вас сложилась то есть близкий человек уже ушел все он ушел вы вынуждены жить в этом мире ни в коем случае уже нельзя жить прошлым ни в коем случае нельзя как бы сказать делать так чтобы этот человек тут рядом с вами вы о нем много думаете то есть вы его привязываете к себе тем самым вы продолжаете поддерживать вот эту энергетическую связь который вас высасывает все умерли значит умерли вы отдали дань этому человеку своему маме ребенку как кому угодно вы отдали сделали все что зависящее от вас все жизнь ваша продолжается вот теперь надо вот я это называю забросить новые якоря за которые вы бы уцепились вот я можно сказать смотрите так вот как-то у нас видео идет одно цепляется за другой совсем недавно я рассказывал о том как дарья донцова получилась от онкологии когда она узнала что болезнь смертельная и она поняла что ее может не быть вот как она создала вот эти вот якоря то есть показала свою нужность и зацепилась что надо воспитать детей особенно значит младшую дочь надо ухаживать за мужем надо как-то ему создать это окружение надо за собакой то будет ухаживать а кто за собакой будет надо за больной там мамой там еще следить то есть вот эти вот новые якоря новые как бы сказать вещи они не столько как бы когда человек заболел были повернуты на самую себя и что он ждет какая-то знаете вот болезнь какие-то там это а совсем на другое что надо из этого состояния выходить для того чтобы это все помогать другим точно так же и вы не знаю там у стон м там остались там дети осталась семья остался муж за кем там заботиться и и прочее прочее в конце концов остались вы значит переключаетесь на себя у вас жизнь продолжается был закончен жизненный цикл вашей маме все хорошо нормально жизнь и смерть это нормальное явление ваш продолжается значит будьте добры в вашем вот этом цикле работайте дальше то есть отключиться от этого отключиться прервать вот эту вот связь иначе она вас чтобы вы не делали если у вас вот это в голове связь она вас просто-напросто высосит и вдобавок многие говорят что и человек который ушел у него дальше начинается как бы сказать новый этап свой тот который совершенно в других пространственных структурах проходит а вы его своей вот этой памятью своему держанием вы не даете ему реализоваться дальше то есть тут надо вот вот это вот понятие чтобы было правильно жизнь здесь и жизнь там и не путать эти вещи помните как ванга говорила как только она начинает с кем-то беседует она говорит о твой там отец твоя мать или еще какой-то он стоит рядом то есть ваша память их выдергивает и ставит рядом здесь а что им там делать ничего у них свои там дела и пускай там занимается и так значит смотрите теперь далее начинаем восполнять что в этом случае как пополнить энергию это мои рекомендации пища должна быть наиболее быстро усваиваем это свежие соки это какие-то травяные отвары сладенькие такие чтобы человек попивал это обычные кашки должны быть если мясо то с овощами и немножечко чтобы почувствовали что у вас лёгенько в животе как правило есть немного но чаще немного но чаще не набиваться чтобы у вас вы чувствовали что у вас произошло полное пищеварение то есть мы восполняем этим самым энергетику на физиологическом уровне на эмоциональном уровне на эмоциональном уровне тут действительно должно быть у нас отвлечение отвлечение должно быть прогулки красивые виды вот что-то такое делать или там читать смотреть то что вас возвышает и слушать кстати очень хорошо слушать различную музыку которая вас отвлекает которая позволяет вдохновиться чем-то очень хорошо восполняет энергетику это значит контрастный душ водится она смывает весь негатив а допустим позитив у вас восполняется то есть принимать контрастные души вот после контрастных душев очень хорошо восстанавливается энергетика просто-напросто купаться если у вас есть возможность в открытом водоеме быстренько раз особенно прохладно вода вы окунулись вышли и главное чтобы вы не перемерзали быстренько значит растерли садились прогулки не забывайте о прогулках вы должны ходить вы должны ходить то есть должна быть физическая работа которая которая запустит ваши все эти обменные процессы которые при уходе за больным человеком как правило они садятся на свой самый низкий уровень и их надо опять развернуть разрос помощью движения обычно ходьба ничего особо придумывать не надо далее если вы хотите более сильно можно еще дыхание пострельниковой подымает энергетику великолепнейшим образом делать по несколько раз в день в течение дня и наконец таки мы с вами поднимаемся на более высокий уровень для того чтобы обеспечить себе вот это вот самую мощную самую тонкую психологическую энергию которая ведет заведует волевым усилием это мы с вами должны полноценный сон захотелось спать значит поспали не спится значит займитесь какими-то вещами особенно физическими то есть походите погуляйте отвлекитесь чтобы у вас в конце концов наступил здоровый сон чтобы начали высыпаться никаких не используйте снотворных просто-напросто старайтесь выспаться далее применяйте вот эти все утверждения вот эти все стихотворения которые вам рассказал молитвы для того чтобы вот связаться уже с более высокими энергетическими этими пластами которые вас подпитывают самой вот этой тонкой энергетики и вы вытяните себя из этой ямы эти же рекомендации мы с вами можем применять и после того как мы переболели каким-то серьезным заболеванием вот как сейчас переболели какой-то инхвекцией которая как правило вирусная инфекция она вытягивает у нас силы человек после того тем более если он температурил несколько дней подряд неделю а то две сил никаких нет они медленно медленно восстанавливаться так чтобы вот это вот все убыстрить все что я вам рассказал применяйте и дело пойдет будете обладать великолепной энергетикой будете обладать свежими и свежими и положительными эмоциями и наконец-таки такие у вас на месте какие-то глобальные такие цели за что вы мы могли уцепиться и будет ради чего жить а сейчас я поговорю пройдусь по вашим комментариям насчет вампиризма еще мы с вами разберем вопросы более конкретно это один из случаев того как энергия может уходить в другой мир если мы с вами от него не отцепимся а в других случаях поговорим мое обращение к посетителям канала поддержите канал поставьте лайку дайте какой-нибудь отзыв это простые вещи я не прошу вас денег поддержите меня вот таким вот образом это канал не для того чтобы вас развлекать а для того чтобы вам помогать